Сегодня правительство занимается этими предприятиями в ручном режиме, ведет поиск инвесторов. Надо признать, не все происходит гладко, но в целом ситуация находится под контролем. Ручной режим управления Ивановским бройлером вышел из-под контроля и обернулся уголовным делом. В пятницу 31 мая экс-главу региона, а ныне депутаты Ивановской областной думы 7-го созыва Павла Конькова задержали по подозрению в хищении из бюджета денежных средств путем их присвоения. Речь идет о сумме в размере порядка 700 миллионов рублей. По версии следствия, соучастник и иные пока не установленные лица совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний «Прода». Сумма похищенного составила порядка 700 миллионов рублей. При взаимодействии с ФСБ России и ГОЭБ и ПК МВД России проведены обыски и иные следственные действия на территории городов Москвы, Иваново и Воронежа. Буквально на следующий день после задержания на официальном сайте регионального отделения «Единой России» появилось сообщение о возможном приостановлении членства Павла Конькова в партии на период проведения следствия. И уже в понедельник, 3 июня, на заседании Президиума регионального политсовета это решение было принято. До результатов рассмотрения уголовного дела Конькова исключили из партии. Также в понедельник Следственный комитет РФ ходатайствовал в Басманном суде Москвы о заключении Конькова под стражу на срок до 30 июля. На заседании бывший глава региона заявил о своей невиновности и попросил суд о заключении под домашний арест, ссылаясь на состояние здоровья и имеющиеся у него государственные и общественные награды. Но Фемида согласилась с доводами следствия. Эксгубернатор проведет ближайший месяц в СИЗО.